Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Вести Карачао-Черкесия». События пятницы в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Сегодня в Черкесске прошла заключительная площадка предварительного голосования Единой России по отбору кандидатур для выдвижения в Думу Черкеска. Есть ли дефицит крови в Карачао-Черкесии? Готова ли республика к любым чрезвычайным ситуациям? Это одна из тем, которые обсудили сегодня в прямом эфире программы «Горячая линия». Вот уже 93 года они надежно охраняют рубежи страны и продолжают достойно нести службу. При двери Дня пограничника прошло торжественное мероприятие. И древнегреческий басни с кавказским акцентом. Более 30 чтецов соревновались в умении выразительно и артистично подать материал. Сегодня в Черкесске прошла заключительная площадка предварительного голосования Единой России по отбору кандидатур для выдвижения в Думу муниципального образования Черкеска. Все подробности у Светланы Акбаевой. Прием документов для участия в предварительном голосовании на выдвижение в Думу муниципального образования Черкеска завершился 27 апреля. Весь необходимый пакет документов в оргкомитет предоставили 82 человека. Один из участников предварительного голосования снял свою кандидатуру в связи с переходом на государственную службу. На встречах с избирателями зарегистрированные кандидаты представляли свои предвыборные программы, отвечали на вопросы горожан. Это уже заключительная площадка предварительного голосования Единой России на выдвижение в Думу муниципального образования Черкеска. В качестве выборщиков сегодня принимают участие зарегистрированные члены партии, сторонники партии, беспартийные, члены различных общественных организаций, зарегистрированные в соответствии с уставом. Участник предварительного голосования мэр Черкеска Руслан Тамбиев рассказал о результатах работы руководства республиканской столицы за прошедшие годы. Мы всегда мониторим, начиная с первого года работы Тимреса Вашидовича, как настроение нашего населения. Всегда вот мы работаем с студентами, узнаем, выясняем, собираются ли они возвращаться после учебы, допустим, в других субъектах. И скажу, что вот эта кривая потихонечку идет вверх, то, что люди, студенты наши, в основном массе уже собираются возвращаться в наш город, в нашу республику, потому что у них появилась надежда, надежда, то, что наша республика, наш город ничем не хуже других субъектов, а по многим вопросам даже превосходит. По словам Руслана Тамбиева, возросло доверие со стороны населения. Присутствующих в зале интересовало, какие дальнейшие преобразования планируются в Черкесске. На все вопросы были даны подробные разъяснения. В городе Черкесске надо признать, что вот наш СОЗОВ, последний СОЗОВ депутатов, он очень хорошо поработал и очень серьезно и плодотворно работал вместе с Мерьей. Данные, то, что мы сделали, видно очень даже хорошо на примере благоустройства города, доступная среда, появление детских площадок, появление большого рекреационного комплекса «Зелёный остров». Если посмотреть лет 7-8 назад и сейчас, это абсолютно большая между ними разница с точки зрения благоустройства и новых возможностей для отдыха. По окончании выступлений выборщики приступили к голосованию. В выданном счетной комиссии бюллетени они могли проголосовать за одного, нескольких или же за всех участников процедуры. Счетная комиссия подведет итоги на основании результатов голосования на каждой площадке по каждому из кандидатов и составит итоговый рейтинговый список для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Думы муниципального образования Черкеска. Результаты оргкомитет огласит уже 29 мая. Сегодня на нашем телеканале в прямом эфире горячая линия министра здравоохранения Казим Шаманов и специалисты отрасли ответили на вопросы телезрителей. Министр отметил, что лечебные учреждения полностью обеспечены лекарствами. И если где-то пациента просят купить шприцы, то необходимо пожаловаться лично министру, и меры будут предприняты незамедлительно. Кроме того, была озвучена проблема пересадки органов тяжелым больным. Операции за границей государством не оплачиваются, зато на совершенно законных основаниях пересадку органов за счет бюджета можно произвести на территории России. Например, в Карачаево-Черкесии в добром здравии проживает три человека с пересаженными сердцами. Также обсуждалась тема донорства. Министр заверил, что запасов крови достаточно даже для обеспечения пациентов в чрезвычайных ситуациях, и кровь предоставляется совершенно бесплатно. Вот, доставка крови, это все бесплатные услуги, это все государство гарантирует своим гражданам. И поэтому, если где-то это делается платно, то это идет нарушение закона. Если такие случаи у нас в республике будут, я думаю, вряд ли, но если где-то кто-то столкнется с таким случаем, я прошу сразу эту информацию в Министерство здравоохранения лично мне предоставить, а дальше мы уже будем знать, что с этой информацией делать. Я думаю, это недопустимо, пользоваться ими, зарабатывать на том, что люди нуждаются. 93 года исполняется со дня образования пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. В преддверии дня пограничников в Дворце культуры Черкеска прошло торжественное мероприятие, посвященное защитникам рубежей страны. Подробности у Али Баташева. К лагерям России, Карачаево-Черкесии и пограничным управлением ФСБ торжественно внесли пограничники. Погрануправление республики было образовано на базе 36-го Сухумского погранотряда. За все время существования управления сотрудники надежно охраняли рубежи страны и продолжают это сегодня, говорили выступающие. Продолжая славные боевые чекистские традиции, сотрудники управления в настоящее время выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом. Транснациональной преступностью, наркобизнесом решительно пресекают любые попытки незаконного проникновения на территорию России бандформирований и иных преступных элементов. Не только на участке пограничного управления по Карачаево-Черкесской республике, но и в других регионах России, подчас отдавая за это самое дорогое, что есть у человека – жизнь. Память о тех, кто пожертвовал собой, исполняя воинский долг, почти лимитутой молчания. Александр Илющенко на пограничной службе с 18 лет и знает, чем отличается пограничник от других военных. Способность думать и правильно принимать решения в экстремальных ситуациях, а их, поверьте, в течение суток на любой пограничной заставе бывает предостаточно. Лучшим сотрудникам управления вручили ведомственные награды. Стоя плечом к плечу, вы противостоите любым угрозам безопасности Родины, обеспечивая стабильность, мир и спокойствие на территории нашей страны. Особые теплые слова хочется сказать в адрес ветеранов, всем вашим близким, семьям. Хочу пожелать мира, уюта в домах, тем, кто находится на боевом посту, чтобы у них сегодня закончилась служба и они имели возможность отпраздновать со своими близкими ваш праздник, день пограничника и день части. Почетные грамоты Президиума Народного Собрания Карачаева Черкесии и правительства республики были вручены самым достойным. Мэр Черкеска Руслан Тамбиев подарил ансамблю «Пограничник Кавказа» комплект профессиональных микрофонов, а отряд юных пограничников – песню и стихи. Стране всегда нужна охрана, не обойтись без вашей службы, ведь мы соседи многим странам, и вы гаранты нашей дружбы. Пограничники порадовали зрителей яркой концертной программой с танцами и песнями о тех, кто служит, сохраняя преданность Родине и верность присяге. ПЕСНЯ Али Баташ, Ислам Урумов, Вести Карачаева Черкесия Погода сегодня наконец порадовала, а вот какой она будет завтра узнаем прямо сейчас. Субтитры предоставил DimaTorzok Вместе в прямом эфире и мы продолжаем. Завтра у правоверных мусульман начинается ураза. Обязательно пост нужно соблюдать в течение месяца рамазан. С раннего утра до заката солнца верующие будут воздерживаться от еды, питья и свернословия. Во время уразы также необходимо совершать молитвы, каждая из которых имеет определенное значение и время проведения делать пожертвования, установленные Кораном. Целью поста рамазан является проявление и укрепление веры правоверных мусульман. Дорогие друзья, в этом году у нас месяц рамазан попадает на 27 мая, иншаллах. Поэтому 27 мая уже будет первый день месяца рамазан. И поэтому всех, кто может держать в разу, надо уже 27-го начинать держать. Кто не может держать, тот должен за это платить. Фидья, в этом году фидья мы насчитали 100 рублей за каждый день, который он не может держать. Фидьер это 80 рублей, это подошвенный налог за каждого человека, хоть то маленький, старый. Да и Аллах нам все вместе делает благо для наших людей, для соседей, для близких. Если ваш сосед, он не мусульманин, другой верой, это не означает, что с ним можно ругаться. Нельзя этого делать, надо делать благо для всех. Пусть Аллаху нам поможет в этом. Дай Аллах, чтобы мы к концу месяца живыми, здоровыми, чтобы были на праздничной молитве. Рамазан гаид, чтобы все наши молитвы Всевышний принял, и чтобы мир и благо было на нашей земле. Саламу алейкум, рахматуллах и тарах, благоракат. Древнегреческие басни с кавказским акцентом прозвучали на закрытии персональной выставки столичного художника Валерия Хайрулова. Более 30 чтецов соревновались в умении выразительной, главное, артистично подать материал. Фатима Даурова тоже оценивала их. Рамазан Жанов, один из участников конкурса, внимательно рассматривает полотна художника, передающая всю изюминку басине Зопа. Ему через несколько минут предстоит прочесть одну из них зрителями жюри, да и к тому же он должен сделать это лучше всех, готовился к этому. Во-первых, она мне очень понравилась, она захватывает дух, и она очень правильная, я думаю, что всем она понравится. Я много в интернете посмотрел басень, не мог выбрать какую. И когда вот я вот эту лебедь прочитал, у меня что-то в душе вскипело, и я её взял. Каждая выставка Валерия Хайрулова имеет обыкновение заканчивается увлекательными и разнообразными конкурсами для детей. Через такой подход художник хочет ещё больше приобщить молодых к миру эстетики и культуры. Басни пишутся для людей, чтобы они читали, сравнивали себя, ну, возможно, с этими персонажами, которые прописаны в баснях, ну и оценивали своё место, где он находится, положительные, отрицательные свои качества. Басни читались одна за другой. Каждый маленький чтец вкладывал душу в своё выступление, показывая жюри, что изопов язык не чужд и нашим книголюбам. Однажды, собираясь угощать гостей, попросил он лебедя спеть на перу, но тот отказался. Однако, вскоре почуяв свою близкую смерть, стал он себя оплакивать песней. Услышав это, сказал хозяин, Рамазан Жанов, воспитанник детского дома посёлка Московский, сумел всё-таки убедить жюри в своём таланте. Он стал победителем конкурса чтецов, а девочки из гимназии «Села Дружба» заняли последующие позиции. Все участники были отмечены грамотами и призами конкурса. Фатима Дурова, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» провела акцию «Книжки в подарок». В рамках благотворительной программы «Чистая энергия» сотрудники подарили воспитанникам специального коррекционного детского садика «Журавлик» в Черкесске и читателям Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих детей комплекты иллюстрированных рельефных книг. Специализированные книги для детей младшего и старшего дошкольного возраста изданы на средства «Паурусгидро» благотворительным общественным фондом иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей. Издания не поступают в продажу, распространяются бесплатно и адресно благодаря взносам меценатов и спонсоров. Мы очень надеемся, что красочные рельефные книги помогут детям приобщиться к новым знаниям. В Черкесске прошел турнир по быстрым шахматам среди сотрудников следственных подразделений МВД. По итогам соревнований победителем стал старший следователь отдела МВД по Черкесску Заур Суинбаев. Серебро взял старший следователь по ОВД Халис Гачияев. И на третьем месте представитель отдела МВД по Черкесску следователь Расул Чумаев. Всем участникам замначальника следственного управления Рамазан Алчаков вручил дипломы. Победители и призеры также получили ценные подарки. Такой была пятница в Крачево-Черкесе. Приятных вам выходных и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова